ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, спасибо. До следующего вторника. Сан Саныч, Соловьев приболел. Ничего страшного. Обойдемся без него. Не забудь сказать Пашке, чтобы он взял батарею для камеры. Понял. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пашка! Идите сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ка. Да-да-да-дай-дай мне. Ух, ничего себе. Ты фартовый. Медальон солдата? Да, Стас, это медальон солдата, абсолютно точно. Сан Саныч, а что внутри? Сейчас узнаем. Нет, ребята, сейчас мы ничего узнавать не будем. Наведи покрупнее, пожалуйста. Хочу обратиться к нашим многочисленным молодым коллегам. Я держу в руках медальон солдата. Так называемая капсула. При обнаружении этой самой капсулы, не торопитесь скрывать ее. Вы открываете крышку или вытаскиваете пробку. Попадает сюда губительный для старой мокрой бумаги воздух. В следующую секунду начинается окисление материала. То есть разрушение бумаги. Так вот, при обнаружении капсулы, вам необходимо закутать ее в почву, в которой она была найдена, для предотвращения разрушения материала. Все, стоп. Представь, мы едем, спокойно, сидим, спим, пропим. А вокруг поля, по обе стороны, 60 с гаком лет назад, дивизионы стояли. Артиллеристы палили, танки шли. Солдаты наши под эти танки с гранатами бросались. Страшно. И этот, который медальон носил, тоже ведь боялся. Зубы стысковал от страха, чтобы не зареветь. Жесть. Все. Кто там? Баста я. О, боже мой. Саня, Санечка. Санечка, господи, ты что ж не предупредил? А я тут прилегла. Боя, так получилось. Слушай, а где Валя? Чего за тебе дверь открыта? Да кого бояться? Я Валю отпустила. Что ж ты нанес-то? У меня все есть. Валя котлет нажарила. Сейчас буду тебя кормить. Котлет давай, я буду, я буду котлетать. И картошечка. Ой, еще горячая. Ну, как ты, ба? Что? Соскучилась по тебе. Я тоже соскучился. Замотался. А что тебе с кольца? А неси. А какой ты хочешь? Ну, неси. Восемьдесят пятый. Ну, восемьдесят пятый я тебе сам расскажу. А они у нас с тобой разные были. Ба, в какой коробочке? В синенькой. Янтарная. Такой нам не нужен! Такой нам не нужен! Ура! 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 Ураль! Мы хотим сам! Начинаете! Бросай! Вот так! Спасибо! Привет! Сирень! Ну, пахнет тогда. Лид, ну не мог раньше. Ну че ты? Лид, мы капсулу нашли. Да мне все ровно. Ты не мне обещал. Ванька ждал, да? Ну да-да, я понимаю. Папа то, папа это, папа футбол, папа так, папа сяк, папа здесь, папа там, а папа параллельно. Понятно. Куда пошел? Туда. Раз будешь, сам укладывать будешь, понял? Че ты орешь? Вань, футбол завтра, ладно? Я сегодня не могу. Не хочу я завтра. Вань, ну папа не может, папа работа. Тогда мы с тобой пойдем, возьмем Серегу твоего, я тебе обещаю. Договорились? Ты всегда обещаешь и не делаешь. Угу, угу. Тебе твоей железки дороже сына родного. А ты не болтай, я ж давай в школу опоздаешь. Не хочу я кашу. А я хочу, чтобы ты ел кашу. А я нет. Лид, да успокойся, да пусть он не ест эту кашу. Будешь, быстро. Не буду. Взял ложку и стал есть кашу, быстро. Не буду. Лид. Я кому сказала? Взял ложку и начал есть кашу. Доглох, взял ложку быстро и начал есть кашу. Лид, Господи, да пусть он не ест эту кашу. Доставили все. Ваня, иди рюкзак собирай. Это что такое? Что ты не видишь, что это такое? Я не понял, ты что читала? Да, а что? Ну что, что? Пап, я готов. Бессовестно. Пойдем. Здравствуйте. Пишу вам в общество поиск по просьбе матери Екатерины Васильевны Рогачевой. Ей восемьдесят шесть лет. Она все еще верит в чудо. И ждет. Мой отец Василий Рогачев, рядовой первой гвардейской армии под командованием генерал-полковника Гречко. Последнее письмо от отца мы получили зимой сорок третьего. И с того времени ни похоронки, ни уведомления. Вот все, что мы знаем о нем, даже и фото нет. Все, пропало войну. Я не верю, что он может быть жив, но не верю, что можно отыскать даже его могилу. Но мама ждет уже шестьдесят лет. Она вырастила меня одна и все эти годы писала, искала, верила. Такой силой была ее любовь. Не оставьте, прошу вас, помогите. Мария Званова. По просьбе Екатерины Рогачевой. Новосибирск. Мам, ты зачем приехала? Я ж тебе сказал, что я сам все сделаю. Да Мария Федоровна позвонила, сказала, тут ужас, что такое. Заросло все. Больше слушай. Она тебе на психику дает этого, Мария Федоровна. Пап, привет. Ладно. Вдвоем веселей. Да уж, веселее. Ванька как? Растет. А школа? Нормально. Школа как школа. А Лида? На работе. Мам, у нас все нормально. Ну, нормально. Если нормально. Мам, он же не любил тебя. Зачем ты это все делаешь? Ну, не любил. А ты? Жили же как-то. Двадцать лет. Пусть не по-человечески. А получается, что ближе него у меня никого и не было. Связаны мы с ним. Навсегда. 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 Ладно. Ну, я пошла. Ладно. Так. Стоять. Спасибо. Ха! Привет, чемпион! Здравствуй, Лида. Привет. Забери в моем пакет и неси его на кухню. Давай, помогай мне вещи собирать. Куда теперь? В Карпаты. Лид! Слушай, позвони, пожалуйста, на работу. Возьми отпуск за свой счет. Я думаю, недели нам хватит. Че это вдруг? Помнишь, мультик такой был? Просто так называется. Надежда. Надежда. Помнишь, мультик. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Эй! Осторожно. Вам здесь одной жить-то не страшно? Не, не страшно. Да и соседи вокруг. И там на горе, и за перевалом. Да и туристы. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо, Саш. Не за что. Я зонтики, зонтики принесу. Сидите. Не догонишь, не догонишь. Не догонишь, не догонишь. Ванька! Вот хлебушек. Пузварчик. Спасибо. Как детки? Быстро подружились, да? Ну, подружились. На то они и детки. Скажите, у вас так все время вот так вот? Ну, сложно предугадать. Сегодня утром было солнце, а потом началась гроза. Когда она закончится, никто не знал. Ну, отлично. Замечательно. Отдохнули. Я сейчас грибочки принесу. Извините, можно у вас попросить от головы какая-нибудь таблетка? Что-нибудь. Конечно, есть. И стаканчик водички, если можно. Обязательно. Спасибо. Ваня, будь так добра, сядь уже, пожалуйста, за стол. Он тебе что мешает? Вань, ты меня слышишь или нет? О, оставь ты в покое. Девочка, так тебя звать? Соня, где твои родители, Соня? Ну, нет, нормально. Ну, че, здесь идем. Мам, я все. Ну, и что нужно сказать? Спасибо. Мам, и я. Ну, свободен. Ступай, девочка. Пойдем поиграем во что-нибудь. Я тебе покажу такую игру. Просто обморожительную. Ну, какова вероятность, а? За тысячи километров. Нет, все-таки, ребята, это, это судьба. Да нет, это не погода. Максим, а ты вообще чем занимаешься? Строительство. Бизнес у меня в Румынии. Молодец какой. А я истории преподаю. В школе шель. В университете. А вашей сколько лет? Шесть. Шесть. А нашему двадцать седьмого сентября уже семь лет будет. Поздравляем. Пап, дай смартфон. Ты рукой помыла? Да. Покажи. Аккуратно только. Аккуратно. Не разбей. Игрушки у них какие, да? Нашего тоже от компьютера за уши не оттащишь. А у нас какие с тобой были игрушки? Писочницы, кулички. Да, Эль? Понятия не имею, какие у тебя были игрушки. Мы с тобой познакомились в двенадцать лет в больнице. В больнице? Ну ладно. Да. И с Сашей тоже. В общем, отношения у нас, как говорится, глубоко болезненные. Ну и выпить это надо. Срочно просто. Срочно. Так. Так. Вот, спасибо. Так. Ну, болезненные. За вновь, так сказать, обретенное, давно потерянное чувство дружбы. Замечательно. Ура. Ура так ура. Ура. Я пойду посмотрю, что там дети притихли. Саня, ты чего ничего не ешь? Аппетит пропал? Нет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Рад знакомству. Встреча. Ну что, предлагаю за оптимистов. Отличный тост. Можно мне добавить? Легко. И непринужденно. Открыто. Да. А, это здесь у вас игровая комната? Нет. Что ты мне нет, конечно? Вань, пойдем давай. Ну. Мы не доиграли. Вань. Ну, пап. Ну, давай без нупа. Пойдем, собирайся. Да отцепись тебя детей, господи. Пусть играют. Заходи. Да. Ну, проходи. Я же не кусаюсь. Может, я кусаюсь. А ты не изменился вроде. Ну, может, не такой сумасшедший. Вырос, что ли? Тебе виднее. Ты вот совсем не изменилась. Только что разве… Ты вырос, Саша. Ух ты! А сына в честь деда назвал? Помнишь? Угу. А Серафима как? Жива? Да, слава Богу, жива. Все хорошо. Со здоровьем, правда, конечно, уже не очень. Сама понимаешь, возраст. Кольца свои носит. Да, надо же. Бывает такая верность. Да, Саша? Бывает. У тебя все хорошо? Да. У меня все прекрасно. Угу. У нас тоже все прекрасно. Замечательно. Вот. Ну, хорошо. Ладно, Вань, пойдем? Отдай девочке телефон, пойдем. Пошли. Я Соня. Хорошо. Спасибо, Соня. Пока. До свидания. Ну, что, детка, запрыгиваешь? Ну, что, детка, запрыгиваешь? Жулик. Пойдя на погоны. Все. Спать. Чао, крошка. Пойдем. Музыка. Кажемся, чай. Значит, не спится. Я смотрю, тебе тоже не спится. Сразимся? Давай. Только тебе не повезло. У меня разряд по теннису, а у меня по буксу. У нас с тобой никогда не было ничего общего. Угу. Блин, сумасшедший. Слушай, я спать. Спасибо за игру. А-а-а, помню-помню. Спокойной ночи. А ты ко мне в гости приедешь? Не знаю. А где ты живешь? Далеко? А если далеко, то что? Ничего. Конечно, приеду. А вы были на водопаде? Нет. А где он? Вон там. Хочешь, покажу тебе кролика? Настоящего? Угу. Не знаю. Пойдем. Он такой классный. Беленький, пушистенький. Макс, как поднялся. Молодец. А Макс всегда был практичный. Да. А ты всегда умела выбирать. Я думаю, это не главное в жизни. Вот знаешь, у тебя есть схема. Ты вроде все проверила, все подключила, сложила. А она ни черта не работает. Не хватает какого-то звена и все. Такая вот у нас работа. Поиск пропавших. Вообще, конечно, не преподаватель истории в университете, а это так, для души. Да. Может быть, вы слышали такую фамилию? Рогачёв. Не, я конечно понимаю, их здесь тысячу полегло, но вдруг… Да. Их тысячу полегло. Представляете, жена его уже шестьдесят лет ждет. Представляете, жена его уже шестьдесят лет ждет. У меня есть один документ. Я поищу. А может, судьба. Спасибо. Блин, сколько же надо ждать? Наконец-то. Не прошло и пяти лет. Спасибо вам большое. За гостеприимство ваше спасибо. И тебе спасибо, друг. Подсобил. Обязательно заедем на обратном пути. Спасибо большое вам. Приезжайте. – Поехали уже. – Поехали. Где Соня? Давайте. А она не с тобой? Нет. Потеряла ребенка. Замечательно. Ну, сейчас найдем, господи. Соня! Нам выезжать через пятнадцать минут. Меня важные люди ждут, а она потеряла. Соня! Саш, что у вас там случилось? Лид, там детей нет? Нет, нету. У тебя десять минут. Ну хорошо, не ори. Соня! Соня! Да, они что-то про водопад говорили? Где это, не знаете? Ты раньше всех встал? Не мог за ребенка посмотреть? Да, да. Давай. – Отличный отдых. Спасибо. – Отличный отдых. Давай, давай. Делай себе казло отпущение. Правильно, я во всем виноват. Да, но я уверена, что Ваня не мог сам уйти. Это… Это Соня его за собой потащила. Да сто процентов. Ваня! Какая ты мать после этого? Мать! Предлагаю разделиться. Сколько там твоих? Десять. Ты не против, если я с Лидой пойду? А то я свою пришибу где-нибудь, боюсь. Что? Да иди, какая разница? Соня! Соня! Бесит. Бесит эта безалаберность. Это бесит. Ветер в голове гуляет, как во сне живет. У меня там люди важные ждут. Серьезное строительство она достала. Ты такой строгий. Я и не знала. Прости. Соня! Ой, ой, спасибо. Что? Мне не нравится. Ты такой строгий. Ты такой строгий. Ты такой строгий-то? Да? Черт. Ты такой строгий-то шип。 Ваня! Странно, на Ваньку-то не похоже. Куда они могли запропаститься? А Майя три раза убегала. Чего? От хорошей жизни, наверное. Тихо, что случилось? Ногу подвернула? Ничего. Нет, нет. Нормально всё. Устала? Нет. Держись за меня. Слушай, Эль, ты меня извини. Я тогда идиотом был полным. Когда? Ну там, в спортзале. Помнишь, ты приходила? Угу. Я стоял, смотрел на тебя и молчал, как баран. Ну чего ж ты молчал? А что мне нужно было говорить? Неужели непонятно было? Нет, непонятно. Вот ты молчала, я вышла замуж, Саша. Хотели спрятаться и напугать. Потом долго ждали и уснули. А откуда вы знаете? Мой Стёпка так делал. Стёпка — это ваш сын? Да, это мой сын. А где он? Он в горах с отцом. А вы тут? А я тут. А я тут. Ну что, надо идти? Они не могли далеко уйти. Надо возвращаться. Пойдём? Не надо. Не надо. Ух ты! Спасибо. Всё, привал. Падай тут. Так вот они где все оказываются. По лесам разбежались. Кто? Мужики настоящие. Ищут. Кого? Настоящих женщин. Мама, мамочка, мы решили спрятаться. Это что такое? Мамочка, простите, пожалуйста. Это ты отцу расскажешь. Ты поняла меня? Быстро пошла. Ну, мама, мы хотели спрятаться, я сказала. Ну, мы… Чё ты мучишь? Чё ты мучишь, а? Иди сюда. Вот, возьмите. Он умер у моей бабушки на руках. Она прятала его. Он был беглый, тяжело ранен. Дезертир, понимаете? А наш капитан его застрелил. Он бы и бабушку убил. Да ей удалось бежать. Похоронили его тайно. И вот до сегодняшнего дня мы ухаживаем за его могилой. Фамилию мы не знаем, а звали его Василий. Можно копию сделать? Можно. Спасибо. Соня! Соня, где же ты была, малышка? Ну, иди к папе. Ну… Папа, ну мы с Ванечкой прятались. Мы думали, это будет смешно. К машине всё расскажешь? Поехали быстрее. А это для Вас будет смешно. Почему я за тебя должен вечно опаздывать? Везде. Почему? Мам! Мам! Мамочка! 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 А где ты была? Ты где был? Да где он был? Здесь он был. Мам, ну мы там в сундуке спрятались. А хотели, чтобы вы испугались. А потом и смешно стало. А потом мы уснули. Ну и всё. Саня, я ухожу от тебя. Пойдём. Пойдём. А утро. Ухожу. Субтитры создавал DimaTorzok